Одна из самых, наверное, частых и любимых жалоб на здоровье у многих – повышение давления. Этим объясняют любые изменения самочувствия, плохое настроение и другие неприятности. В течение дня артериальное давление может повышаться и понижаться несколько раз, а его классические значения – сугубо индивидуальное понятие. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Олег Фатенков, врач-терапевт, заведующий кафедрой факультетской терапии САМГМУ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Самарской области, доктор медицинских наук, доцент. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Олег Вениаминович будет отвечать не только на мои, но и на ваши вопросы. Телефон для того, чтобы позвонить в студию – 202-11-22. А тема, которую мы будем обсуждать сегодня – профилактика повышения артериального давления. С одной стороны, прям очень часто обсуждаемая тема, с другой стороны, ей придается очень важное значение. Я читала статистику, что к 2025 году прогнозируют, это уже через два года буквально, прогнозируют во всем мире число людей, страдающих повышенным артериальным давлением, аж до полутора миллиардов. Это вот кошмар-кошмар или это преувеличенные такие какие-то страхи? Это соответствует действительности, и, к сожалению, половина из этих миллиардов людей совершенно не подозревает, что у них давление повышено. И как следствие этого возникают осложнения, сердечно-сосудистые катастрофы, которые, к сожалению, приводят не только к гибели, но и к инвалидизации людей. А что Вы можете сказать по Самарской области? Ну, вряд ли мы, наверное, как-то выделяемся на общем фоне, да? Конечно, и, к сожалению, болезни системы кровообращения преобладают смертность в Самарской области. Более чем 40% случаев смерти у нас возникают от болезни системы кровообращения, а из болезни системы кровообращения преобладают нарушения мозгового кровообращения, которые, как правило, напрямую связаны с повышением артериального давления. Давайте, наверное, начнем учить матчасть и с азов разбираться. Ну, во-первых, что такое вот это артериальное давление, что и куда давит? Артериальное давление связано с сердечным выбросом, с одной стороны. Это то количество крови, которое выбрасывается за одно сокращение с ударным объемом. И, соответственно, этот ударный объем формирует верхнее, так называемое, систолическое артериальное давление. Оно в норме не должно превышать 140 мм втутного столба. И второй компонент, формирующий артериальное давление, это периферическое сосудистое сопротивление, которое определяет нижнее давление. Его называют диастолическим. Оно не должно превышать 90 мм втутного столба. Но вы совершенно правы были, сказав в начале передачи о том, что давление у любого человека в течение дня изменяется. И это, в общем-то, нормально, когда оно повышается в ответ, например, на физическую нагрузку или какое-то волнение. Главное, чтобы оно в покое не превышало вот эти вот цифры. И для того, чтобы его зафиксировать, нужно в течение трех дней измерить артериальное давление, спокойные обстановки и сделать небольшой дневничок с записями, который можно будет в случае превышения вот этих контрольных цифр показать своему участковому врачу. А вы вот видели таких людей, которые просто так делают себе такие дневнички? Я видел, и мы даже убедительно просим всех знакомых и родственников вести такого рода мониторинг. Больше того, сейчас появляется возможность с помощью гаджетов различных, телефонов, часов, такого рода цифры не только контролировать, но и даже сохранять в памяти. Это очень нам помогает в последующем в диагностике. Возможно, такая есть. Вот вы уже сказали, что в ответ на физическую нагрузку давление может повышаться. А зависит ли оно от, ну, я не знаю, возраста пола, времени суток, стресса, от чего-то еще? Вы правы совершенно, и вы поддерживаете меня в нашей сегодняшней беседе. Да, естественные факторы, повышающие артериальное давление, могут быть. Но задача в том, чтобы у здорового человека это артериальное давление без медицинского вмешательства все-таки пришло к нормальным показателям. В таком случае артериальная гипертензия не будет зафиксирована. Вы произнесли название гипертензии. Давайте теперь дальше учить матчасть. Дело в том, что вот старое название гипертонической болезни, оно сейчас уже, на самом деле, подверглось серьезной ревизии. Потому что они так красиво звучат? Нет, не в этом дело. Дело в том, что по мере развития диагностических различных методов исследования пациентов, выяснилось, что она неоднородна. И она может быть вызвана различными заболеваниями. В этом случае выделяют большую когорту вторичных артериальных гипертензий, которые обусловлены органной патологией, и повышение давления является одним лишь из симптомов. И специально был предложен термин артериальная гипертензия в том случае, если мы истинную причину этого синдрома повышения давления не видим, и в таком случае мы сейчас вот его употребляем чаще. А термин гипертонической болезни становится все менее и менее употребимым. То есть, в общем-то, гипертония, гипертензия – это одно и то же. Это синонимы, да, но как бы патология становится все более и более понятной нам. Ну, а вы вот, видимо, обладаете неким даром предвидения, потому что я как раз хотела спросить вас, является ли гипертоническая болезнь, может ли являться повышенное давление проявлением каких-то других заболеваний? Вы уже сказали, что да, а вот все-таки каких? Вы знаете, это может быть совершенно разнообразное явление, например, заболевание почек, заболевание головного мозга, травма головного мозга, заболевание щитовидной железы, сахарный диабет зачастую провоцирует повышение давления. На самом деле, огромное количество заболеваний сопровождается повышением артериального давления. И надежда в чем моя? В том, что по мере того, как причины истинные повышения артериального давления устанавливаются у пациентов, мы можем непосредственно на эту причину воздействовать и таким образом добиваться значительной степени нормализации артериального давления. И это очень хорошо. Позвольте мне помечтать, я надеюсь, что по мере того, как наша наука и техника будут развиваться в дальнейшем, термин артериальной гипертензии исчезнет. И в таком случае мы уже будем лечить конкретного пациента от конкретной причины, которая приводит к повышению артериального давления. И в таком случае мы сможем ее победить. — Я вот хочу поймать вас на слове. Вы сказали, с одной стороны, что причины неизвестны, ну, чаще всего повышение артериального давления. А с другой стороны, вы говорите, что определить причины. Так все-таки их можно определить? И как это сделать? — Разделим термин в таком случае, поскольку мы с вами углубились в исследование. — Нацепляемся к словам. — Итак, да, мы делим их на вторичные артериальные гипертензии. В этом случае я имею в виду, что повышение давления связано с каким-то заболеванием, которое сопровождается этим как, ну, одним из проявлений. И остался термин артериальной гипертензии, когда истинную причину нам установить не удается, но, тем не менее, артериальное давление повышено. Вот эти две группы причины или две, как бы, группы артериальной гипертензии, они имеют место быть. И мы, конечно, лечим в любом случае тех и тех пациентов. Но если в случае, если в вторичной гипертензии мы знаем причину, мы более целенаправленно действуем и лечим непосредственно причины, ну, например, если заболевание щитовидной железы сопровождается повышением давления, тогда мы лечим щитовидную железу и, соответственно, как следствие, артериальное давление снижается. Если же причину мы не устанавливаем, то мы лечим только повышение артериального давления соответствующими группами препаратов и мероприятиями. И еще здесь тоже хочу прояснить. Очень часто, когда речь идет о повышенном артериальном давлении, это связывают каким-то образом с почками. Почему и как? Это как раз вот вариант вторичной артериальной гипертензии. Если у больного, например, есть хронический пилонефрит, хронический гламиронефрит, то на фоне ишемии почек задействуется юкслоглометральный аппарат, который приводит, как последствия, к повышению артериального давления. В этом случае мы диагностируем патологию почек, можем направить свои усилия на их лечение и во многом нормализовать состояние пациента. Но для этого нам, конечно, нужно, чтобы пациент обратился обязательно за медицинской помощью, прошел диспансеризацию и наблюдался на диспансерных осмотрах. Вот тогда мы, соответственно, причину, скорее всего, установим. А вот вас еще сейчас очень внимательно слушает бригада нашего выпуска, и у меня поступил вопрос, что такое ишемия. Ишемия – это недостаточность кровообращения почки, и как следствие недостатка эритроцитов, которые поступают в орган, в мишень, в почку, не хватает кислорода. Если кислорода органу не хватает, то возникает его ишемия. К сожалению, гипертоническая болезнь очень часто приводит к такого рода последствиям и поражения, я уже сказал, термин – орган мишени. Кроме почек я уделю, конечно, внимание головному мозгу, это тоже орган мишень, и сердце, и легкие. Вот эти органы мишени, к сожалению, при гипертонической болезни страдают практически всегда. Самые главные, получается, в организме. Вот этот отпусковой момент, он приводит к страданию всего организма, и если не лечить таких пациентов, то, конечно, патология будет разрастаться, и состояние пациента будет ухудшаться. Для тех, кто опоздал к началу программы, сегодня у нас в студии врач-терапевт, главный, в общем-то, терапевт Самарской области Олег Фатенков. Мы говорим о повышении артериального давления, о гипертонии, и к нам в студию можно позвонить, телефон 202-11-22. Почему артериальное давление называют тихим убийцей? К сожалению, пациенты зачастую привыкают к повышенным цифрам и не чувствуют ни головных болей, никаких других болезненных проявлений. И когда возникают осложнения, различные сердечно-сосудистые, например, катастрофы, это словно гром среди ясного неба становится. Больной в таком случае попадает уже в какие-то лечебные учреждения и может даже погибнуть от этих сердечно-сосудистых осложнений. Вот почему такой термин имеет место. Ну а все-таки, тогда как заподозрить, ну если ты не измеряешь давление, как все-таки заподозрить у себя, что такое? Есть какие-то симптомы? Очень просто. И заподозрить, а обнаружить. У нас у всех открыто приглашение в поликлинику по месту жительства на диспансеризацию, которую я всячески каждый раз при встрече с вами рекламирую. На самом деле это бесплатно и большинство поликлиники работают теперь в выходные дни, когда можно прийти туда и в кабинете медицинской профилактики прямо при входе вам в первую очередь измеряют артериальное давление. Ну а если в этот момент оно будет нормально? Тогда прийти домой и дома у родственников попросить тонометр. Вот сегодня можно воспользоваться случаем, да, и просто, несмотря на отсутствие жалоб, попробовать измерить себе артериальное давление. Если оно выше 140 и 90, то нужно обязательно обратиться к врачу. Если оно 130 и 80 и выше, то нужно задуматься о себе и все-таки пойти в поликлинику и провести диспансеризацию. Ну а все-таки, Олег Вениаминович, ну вот что-то может происходить, если не измерять приборами? Как правило, на первое место у пациента с повышенным артериальным давлением появляются симптомы повышенной усталости, утомляемости, головные боли, причем они могут быть различной интенсивности от небольших головных болей до ужасно сильных и там давящих, разрывающих и прочее. Боли в сердце, нарушение ритмической деятельности сердца, ощущение перебоев в работе сердца, появление одышки при ходьбе. Вот все это должно сразу досторожить и, как бы, я рекомендую измерить артериальное давление в первую очередь. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Я заметила, что как только я понервничаю в работе, у меня нервная, ответственная, стресс бывает часто, ну почти каждый день. И вот на фоне стресса у меня всегда повышается давление. Я его меряю, я понимаю, что оно повышено, я ощущаю, что оно повышено. Без этого у меня вопрос. Что же стоит пить таблетки от чего? От стресса какие-то успокоительные или что-то все уже от давления? Независимо от причины, которая приводит к повышению артериального давления, нужно в первую очередь снижать артериальное давление. Стресс, на самом деле, как бы тоже плохо, но он не приведет к сердечно-сосудистой катастрофе. Если вы хотите избежать инсульта или инфаркта, в первую очередь, как бы наиболее актуальное осложнение гипертонических кризов, о которых вы нам поведали в этом рассказе, то нужно в первую очередь снижать артериальное давление до нормы. И на самом деле ни одна причина, она не стоит вот какого-то первоочередного внимания, в первую очередь нужно именно лечить повышенное артериальное давление. А все-таки вот по поводу рабочего давления, вы уже, вы называли цифры, если там чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, уже караул, но неужели не бывает какого-то индивидуального подхода? Ведь зачастую человек при высоком давлении, ну, при повышенном, да, чувствует себя прекрасно, и это ему совершенно не мешает. Может быть, для кого-то цифры все-таки другие, нежели вот эти 140 на 80? К сожалению, термин «рабочее давление» не отражает подхода врачей к индивидуальным нормам артериального давления. Статистика говорит о том, что опасно не столько само повышение артериального давления, сколько на фоне повышенного артериального давления развитие сердечно-сосудистых катастроф. Если у человека разовьется инфаркт или инсульт, то сделать уже, как правило, бывает нечего в этой ситуации. Это фатальные последствия, и они напрямую ведут к смерти пациента. Поэтому независимо от того, по какой причине, в каком состоянии, какие возрастные нормы, у человека должно быть давление ниже 140 и 90. Если это не так, то нужно обращаться к врачу и обязательно лечиться. Больше того, мы наблюдаем зачастую, что если у человека повышенное давление, к которому он привык, как вы говорите, и у него нет никаких жалоб, мы начинаем снижать до нормы артериальное давление, и жалобы появляются у пациента. Это не значит, что нужно отступать. К сожалению, альтернативы снижения давления нету, и к этому новому самочувствию постепенно человек привыкнет и будет себя чувствовать нормально. Но это в любом случае предотвратит сердечно-сосудистые катастрофы фатальные, и человек останется жив. Еще в России часто говорят, что мы неправильно меряем давление. Ну а что тут, собственно, можно, ну, надел манжету, покачал или включил кнопочку? Мы с вами подступали уже к этому рассказу. На самом деле я упомянул, что нужно это делать в покое. Ну вот, допустим, вы проснулись, да, встали с кровати, сели перед столом и положили руку на стол. Совершенно спокойно. Чаще всего у нас у всех автоматические тонометры, вы упомянули кнопочку. Соответственно, манжетку нужно наложить на свою руку, ну, где-то на 2 см выше локтевого сгиба. Соответственно, вы ее наложили и нажали на кнопочку. Совершенно спокойно сидите и измеряете. У вас высвятились, как правило, на мониторе и цифры, и давления, и пульса. Запишите их, пожалуйста. Или запомните в каком-нибудь там гаджете. И потом у вас будет возможность предоставить эти цифры, или этот дневничок своему лечащему врачу. И он очень быстро сориентировался в том, есть отклонение или нет. Вот так нужно измерить его. А что по поводу того, что необходимо измерить, все-таки сделать 3 замера, причем поменять руку, и цифры все будут равны? Ну, мы уже упомянули о том, что, конечно, давление в течение суток может отклоняться от нормы. И это бывает. Поэтому хочется, чтобы все-таки мониторирование происходило не менее, чем 3 дня. И если все-таки мы видим стабильно повышенные цифры давления, в таком случае, конечно, нужно обращаться к врачу. То есть все-таки одну руку померили, на вторую перемерять не нужно? Нет, и на вторую тоже нужно померить, да. И это нужно делать 3 дня. Еще очень часто люди немножко теряются, как правильно выбрать тонометр, потому что их же тоже огромное множество сейчас. Вы знаете, автоматические тонометры хороши в достаточно молодом возрасте, когда нет нарушений ритма сердечной деятельности. У людей пожилых я бы рекомендовал использовать обычные механические тонометры, которые используют, ну, чаще всего участковые врачи своей практической деятельности. Тогда не будет погрешности в измерении. Ну, а так, я думаю, что, как бы, в любой аптеке подскажут, что данному пациенту удобнее будет использовать. Допустим, давление резко поднялось. Человек вызывает скорую. Что можно сделать в этот момент? Ну, кто его знает, какой там трафик, и когда приедет скорая, чтобы как-то вот... Как правило, у этих пациентов есть уже набор медикаментов, которые, скорее всего, они забыли выпить в этот день. Поэтому при повышении артериального давления, в первую очередь, нужно принять те лекарственные препараты, которые есть в наличии и которые уже выписаны врачом. Пока едет скорая, эти препараты уже смогут подействовать и хотя бы отчасти скомпенсировать состояние пациента. Вот. Дальше приедет врач, измерит еще раз артериальное давление и решит, что же ему делать. А мы слушаем вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый. Добрый день. И я это хорошо чувствую при отчаянном давлении, где-то 112 на 60, на 59. Вот. А когда у меня давление 125-128, у меня начинают поиск слова. Мне нужно принимать гипотензивные средства или нет? Вот мы с вами коллеги. Спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Действительно, мы вот все время говорим о цифрах повышенного давления. Но мы совсем сегодня еще не упомянули цифры нижней границы. Мы не дошли. Да. Нижняя граница считается 90 и 60. И в этих пределах давление считается совершенно нормальным. Вот как раз в данном случае термин рабочее давление хорошо использовать, потому что для вас вот эти цифры пониженные, они являются вашим рабочим давлением, когда вы себя хорошо чувствуете. И в том случае, если от вашего рабочего давления происходит вот это вот отклонение, сопровождающееся клинической симптоматикой, о которой я уже говорил сегодня, это головные боли, ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, в таком случае вам нужно принять гипотензивные средства, выписанные врачом, для того, чтобы привести его в соответствии с теми цифрами, когда вы себя чувствуете хорошо. То есть вот в отличие от повышенного давления, пониженное нет необходимости повышать? Пониженное корректировать не нужно, повышать его не нужно, но в том случае, если есть резкий скачок даже в пределах вот этих вот нормальных условно-значений, это все равно гипертонический кризис. И гипертонический кризис, как раз я уже говорил, является источником сердечно-сосудистых осложнений, и на него нужно реагировать. Мы еще не уходим из студии, не убирайте далеко телефоны, давайте сейчас узнаем, что произошло нового в области здравоохранения за ту неделю, что мы не виделись. Хирурги клиник СамГМУ впервые провели малоинвазивную реконструкцию стопы пациентки с плоскостопием и деформацией пальцев. Операция выполнена через небольшие проколы. В отличие от традиционного хирургического вмешательства, наложение швов не потребовалось, косметические дефекты отсутствуют. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы от оспы обезьян для жителей страны. В России было зафиксировано всего два забазных случая. Оба заболевших оперативно госпитализированы и сегодня полностью здоровы. Наборы реагентов для определения данного вируса есть в достаточном количестве. В селе Ерзовка Кеннельчеркасского района идет возведение нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Строительство началось в апреле. Уже смонтирован металлический каркас. Впереди монтаж кровли и ограждающих конструкций. Помощь здесь будут получать более 500 жителей. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена использованием искусственного интеллекта в области медицины. Как считают в организации, важно сначала изучить и предотвратить риски, которые могут негативно отразиться на здоровье людей. Искусственный интеллект в здравоохранении популярен не только среди обычных людей, но и среди медиков. В регион поставлена итоговая в этом году партия автомобилей для первичного звена – 16 машин на базе «Лада Нива». Они предназначены для доставки персонала на дом к гражданам, проведения профилактических осмотров и диагностики, а также для транспортировки пациентов. Машины распределены в поликлинике Самары, а также в районные больницы. А мы вновь в студии программы «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях Олег Фатенков, главный нештатный терапевт Самарской области. И отвечаем на вопрос зрителей. Алло, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Антонина. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. У меня не пониженное давление, не повышенное давление. А что на среде? Я чувствую хорошо себя в студии сносельское. Если от хранения, то уже неплохо становится. Как быть в таком случае? Я так поняла, пониженное студии сносельское? Нет, это совершенно нормальная цифра давления вы демонстрируете. Это на самом деле очень хорошо, что они таких цифр достигают. Нужно сказать честно, что, конечно, есть не только гипертоники в нашей стране, но и, собственно, как и во всем мире. Есть люди с нормальным артериальным давлением, и это благо. Больше того я могу сказать, что на самом деле ведь есть и немедикаментозные методы лечения этого состояния. То есть, по большому счету, группа риска больных по повышению артериального давления – это люди, как правило, обладающие большой массой тела, малоподвижным образом жизни ведущие, переедание и прочее. И все. Поэтому вот в таком состоянии, в первую очередь, наверное, нужно рекомендовать продолжать вести здоровый образ жизни, следить за физической активностью, массой тела, и вы будете себя прекрасно чувствовать без приема медикаментов. А теперь главный вопрос сегодняшней программы. А как все-таки лечить артериальную гипертонию? Мы уже к этому вплотную подступили. Если у вас первая степень артериальной гипертензии и давление только-только начало повышаться, то, прежде всего, нужно обратить внимание на ваш образ жизни. Нам сегодня звонила пациентка, и она сказала, что она знает прекрасно все ее проблемы от стрессов на работе. Ну, раз так, то, соответственно, нужно сделать, чтобы стресса не было. Возможно, надо поменять работу, и тогда вы сохраните здоровье и, самое главное, жизнь. Нужно взвесить, а что важнее? Если же этого не удается, ну, соответственно, надо, значит, тогда обратиться в поликлинику по месту жительства, обсудить с врачом те проблемы, которые есть в организме, и наметить программу коррекции. Она не обязательно должна быть медикаментозной, еще раз повторяю. Ну, достаточно, в общем-то, поднять физическую активность, может быть, записаться сегодня в бассейн, скоро у нас можно будет в Волге купаться, я чувствую, да, полтора часа гулять на улице, посмотреть на рацион питания, и возможности для нормализации есть. Если же это не поможет, то можно добавить и лекарственные препараты под контролем врача, и следовать, в общем-то, ну, как бы, к здоровой жизни. Ой, я хочу так жить, как вы рассказали, гулять по набережной, замечательно. Еще один вопрос послушаем. Алло, здравствуйте. 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 Звонок из Сызрани. Вопрос такого характера. Вот я хипотоник. У меня мое комфортное давление даже 80 на 56. Вопрос в следующем характере. У меня пульс очень высокий. Есть и 104, и 114. То есть я и холтер одевала, и ходила к врачам, все говорят, что у меня все прекрасно. Вопрос, что делать, к кому бежать? Куда и бечи, говорят, у нас на работе. Я думаю, что, скорее всего, вам это не доставляет каких-то, как бы, болезненных ощущений, вы чувствуете себя нормально, и это, я думаю, что, скорее всего, находка в процессе диагностическом. Все люди индивидуальны, вот, и вариант нормы, он достаточно вариабель. Если врачи вам говорят, что вы здоровы, то не нужно ничего делать и не нужно никуда бежать. Просто занимайтесь собой, ведите здоровый образ жизни, и все будет у вас хорошо. Олег Вениаминович, а вот тактика ведения больных с артериальной гипертензией, я буду сейчас правильное слово говорить, она как-то в последние годы изменилась, или она консервативная? Я знаю, что вы любите все новое, прогрессивное. Вы знаете, действительно, она меняется, и мы, на самом деле, вот, к счастью, в медицинском сообществе имеем консенсус по поводу развития взглядов на артериальную гипертензию. Больше того, этот консенсус основан на многочисленных исследованиях на европейском и американском уровне. Я могу сказать, что вот ученые утверждают, что цифры артериального давления, которые считаются повышенными, они последовательно снижаются. Чем это обусловлено? Тем, что чем все-таки ниже артериальное давление, тем лучше для человека. Вот в качестве примера я могу сказать, что цифра 140 и 90 – это Европейское общество кардиологов и Российское общество кардиологов принимает. В Америке цифра уже снижена до 130 и 80. Ну, видимо, у нас просто не хватает исследований для того, чтобы к этим цифрам подойти, но я уверен абсолютно, что пройдет немного времени, мы тоже будем эти цифры использовать в качестве значения нормы. И уже я сегодня сказал, что 130 и 80 в нашей стране считается умеренно повышенным. То есть нормальным, но тем не менее мы говорим о том, что повышенным. И, соответственно, чем ниже будет артериальное давление у людей, чем меньше сердечно-сосудистых катастроф будет у людей. А значит, мы сохраним множество жизни и здоровья. – Я так понимаю, что вылечить гипертензию нельзя, с ней надо жить и постараться жить еще и как-то комфортно. – Вы совершенно правы. – Скажите, насколько вообще приверженность к лечению у наших? Это ведь нужно же регулярно, каждый день принимать препараты. – Вы правы. На практике с чем я встречаюсь? С тем, что человек, допустим, пролечившись месяц препаратами, нормализует артериальное давление и считает, что он вылечился от артериальной гипертензии, как, например, от насморка. К сожалению, это не так. Артериальная гипертензия, если она началась, то, как правило, это пожизненное состояние. И в этом случае требуется пожизненный прием лекарственных препаратов и контроль его. Нужно на это настраиваться. – Но главный вывод нашей сегодняшней программы – контролировать давление, даже если тебя ничто не беспокоит. И даже если ты здоров, то, пожалуйста, хотя бы один раз в год измерьте себе артериальное давление и запишите цифры. Будет с чем сравнить. – Достаточно будет один раз в год. – А еще плюс вы пройдете диспансеризацию и будет диспансерное наблюдение. – Да, вот любимая тема Олега Вениаминовича. И на самом деле это очень важно и это очень доступно. Я прощаюсь с вами. – Спасибо. – Спасибо, Олег Вениаминович. Прощаемся со зрителями ровно на неделю. Будьте здоровы, следите за давлением. До свидания. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин